Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале Праздник Вкуса. Меня зовут Наталья. Хочу вам показать, как я готовлю чудесный нежный торт под названием Молочная девочка. Он очень нравится нашей семье, особенно деткам, потому что имеет такой молочный сливочный вкус. Но, кстати, ни один гость никогда не догадывается, из чего же он состоит. Такой он нежный, сочный, невероятный. Так, ну что, давайте начнем. Я уже включила духовку разогреваться до 200 градусов. Для приготовления теста нам понадобится 1 банка сгущённого молока. Выкладываю в ёмкость. Далее идут 2 яичка. Теперь миксером немного собьем эту массу. Достаточно просто перемешать. Никакого взбивания здесь совершенно не нужно. Чуть-чуть прибавлю обороты. 2 минуты этого будет достаточно. Нашу смесь изгущённого молока и яиц взбивала до тех пор, пока не появились на поверхности вот такие пузыри. Ну и чуть-чуть она увеличилась в объём. Продолжаем приготовление нашего теста. 10 грамм разрыхлителя. Стакан муки. Стакан муки и так полный, тогда добавим сразу в сито, потому что будем ещё всё просеивать. Просеиваем муку. Перемешиваем. Можно взбить миксером, если наше тесто плохо перемешивается. У меня, в принципе, всё хорошо. Тесто у нас получилось воздушное, нежное. Сейчас будем выпекать коржи. А для коржа идёт именно такое жидкое тесто. Выпекать коржи будем на пекарской петельной бумаге. Я сделала две заготовки. Берём тарелку или какую-то крышку и обводим. Сделаем сразу две коржи. Несмотря на то, что будем выпекать на пекарской бумаге, у нас нет задачи сделать тонкие коржи. Этого теста пойдёт на пять коржей. Всё выпекается достаточно быстро. Две ложки нашего теста выкладываем на круг. И теперь разравниваем по форме круга. Теперь отправляем нашу заготовку выпекаться в среднем на 5-10 минут. Духовка разогрета до 200 градусов. Пока наш первый корж выпекается, делаем сразу заготовку второго. Прошло 8 минут. Сейчас проверю наш корж. О готовности коржа можно ещё понять по румяной корочке сверху. Пальцы не остаются. Значит, наш корж готов. Его вынимаю. Сразу же ставлю второй. Первый корж готов. Пока он тёплый, ставим наш круг. Обводим по контуру. Это всё важно делать очень быстро. Иначе он засохнет. И это будут уже крошки. И быстро переворачиваем. Тихонько снимаем пергаментную бумагу. Бумагу я чуть-чуть прорезала. Нужно тихонечко ножом. Теперь оставляем наш корж остывать. Лучше всего на такой вот ровной доске. Пергаментную бумагу очищу от всех крошек, чтобы не создавалась склеивающая поверхность с другим коржом. Следующий корж готов. Также быстро обвожу его по контуру. Быстро переворачиваем. Так, оставляю остывать наши первые два коржа не складывать друг на другу. Это важно, иначе они прилипнут друг к другу. И потом их не разограть. Коржи остывают, а я не буду терять время, я займусь сейчас кремом. Для этого нам понадобится пол-литра сметаны, 20% жирности, хорошая. Именно такой вот жирности она будет очень хорошо сочетаться в нашем торте. Она будет достаточно стабильная и не растекаться. Пол-литра сметаны. Миксером взбиваю ее. Сметана должна остаться воздушной. Увеличу теперь обороты. На поверхности сметаны стал образовываться след от венчиков. Это значит, что сметана уже взбивается. Еще немного ее взобью, и буду добавлять понемногу сахарную пудру. По рецепту идет 250 грамм сахарной пудры. Но я советую вам не торопиться и оставить чуть-чуть. Вдруг вам покажется крем слишком сладкий. Взбиваю, пока сахарная пудра не растворится. Визуально масса увеличится в объеме и сразу будет понятно, что сахарная пудра растворилась. Когда коржи остыли, я сложила их в стопочку. Теперь мы начинаем прослаивать наш торт. Крема не жалейте. Вот действительно, он вбирает в себя все. И чем больше крема, тем становится вкуснее. Сахарной пудры у меня ушло 200 грамм. На мой вкус получилось идеально. Вы смотрите по своему вкусу. Любите сладкое, положите смело 250 грамм. Следующий корж также укладываю верхушкой вниз. И так промазываю все коржи. Сильно не надо нажимать, иначе крем наш весь вытечет. Дадим ему немножко постоять и чуть-чуть порежмем руками. Уже в холодильнике. И так я промазываю все коржи, кроме верхнего, на который у нас ляжет шоколадная глазурь. Торт я сформировала, обмазала бока, теперь уберу его в холодильник, а пока приготовлю шоколадную глазурь. Для шоколадной глазури высыпаю сахар в сотейник. Добавляю какао-порошок, 2 столовые ложки молока, сливочное масло и ставлю все на огонь. Убавляем огонь на минимальный. Растворяем все наши ингредиенты и доводим чуть-чуть до кипения. Вот смотрите, пошли первые пузырьки. На этом кипении можно прекратить. Выключаю огонь. И теперь нашу помадку нужно остудить, чтобы она не была вот такая жидкая. Иначе она просто стечет с нашего торта. Глазурь остыла, и теперь потихоньку укрываем наш торт. Торт молочная девочка получается всегда изумительный. Внутри он сливочный, на вкус молочный. Особенно обожают его дети. А сверху он покрывается вот такой шоколадной глазурью. Друзья, обязательно прокомментируйте это видео. Мне очень важна ваша поддержка. Ставьте лайк этому замечательному шоколадному торту. И смотрите наши другие видео. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока-пока!